Апокалипсис Здравствуйте! Сегодня мы читаем апокалипсис, и тема наша — это второй образ Иисуса Христа в этой таинственной и закадочной книге Священного Писания. Мы отметили в прошлый раз, что Апокалипсис — это не книга об ужасах конца света, а это откровение Иисуса Христа, и он открывается в трех образах. О первом образе мы говорили в прошлый раз. Второй образ соответствует второму основному видению Апокалипсиса. Вроде бы там очень много видений, но много там много, это скорее много действий в одном видении. Основное видение Апокалипсиса идет от 4 до 19 главы этой книги, занимает почти весь ее объем. Иоанн, буквально как живописец, поэтапно, штрих за штрихом, выкладывает эту картину. Поэтому наша задача не весь этот образ рассмотреть, а рассмотреть образ Христа. И тем не менее, надо что-то сказать об общей картине. Общая картина такова. Иоанн видит опять отверстие на небе, дверь. Он видит престол. Он видит сидящего на престоле. Он видит зеленую радугу, как изумруд, вокруг престола. Не полудуга, а полная дуга. Он видит вокруг престола 24 престола со старцами. Он видит 4 животных. Животных не в смысле зоологическом, а 4 живых существа. Это человек, лев, волк, орел летящий. Следующим концентрическим кругом он видит огромное количество ангелов. Тьмы тем. Тьма — это 10 тысяч, если в буквальном смысле слова. То есть несчетное количество ангелов, которые никто пересчитать не может. Перед сидящим на престоле — стеклянное море покоя святых и семисвечник. Семь даров Святого Духа. Вот это основной образ. Иоанн видит в руке сидящего на престоле. Мы, естественно, понимаем, речь идет о Боге. Он видит книгу. Это, конечно же, книга не в виде кодекса. То есть вот такой, с двумя обложками и переплетенными листами. Это свиток. И этот свиток запечатан семью печатями. И никто не может раскрыть эту книгу. Кто достойно раскрыть сию книгу и снять печать ее? И никто не мог. Ни на небе, то есть среди ангелов Божиих, ни на земле. Среди людей, праведных и гениальных, в том числе. Ни под землей, в Шооле, в тех глубинах. Никто не мог раскрыть это таинство. Никого не нашлось достойно. И Иоанн говорит, и я много плакал, когда увидел, что эту книгу никто не может раскрыть. И тогда один из старцев говорит ему, не плачь. И вот тут не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Что за книга? Святые отцы, размышлявшие над этим текстом, усматривали два аспекта этой книги. С одной стороны, это книга судеб Божиих, то есть это промысел Божий. Действительно, кто может раскрыть промысел Божий? Ни ангелы, ни люди, ни небесная, ни преисподняя, никакая иная сила. Нет того, кто был бы достоин раскрыть тайны Божии. Пророк Исаия говорит, как небо выше земли, так мои мысли выше ваших. То есть вы не можете ничего этого разуметь. Это нереально. Никто не может постичь. И мы тоже часто вместе с Иоанном, а лучше он от нашего лица плачет, мы не можем постичь тайны судеб промысла Божьего. Кстати, слово «судьба» славянское, это не греческий фатум, то есть что-то решенное, заранее написанное, предначертанное. Суды Бога, судьбы. Вот что означает слово «судьба» славянское, очень хорошее слово. То есть суды Бога не в смысле наказательной разборки каких-то ситуаций, а суды как раз в смысле, что Бог судил тому или другому человеку, обществу, а даже атомам и молекулам, звездам и планетам. Что Бог им судил? Вот это судьбы Бога. И никто не может этого раскрыть. Второй аспект этого свитка, и он дает нам еще больше такое понимание слез тайнозрителя. Это не просто судьбы Бога, а это домостроительство тайн спасения Божьего. То есть нас, собственно говоря, не столько волнует история того или иного острова, сообщества там или еще чего-то. Это как-то мы, это знает Бог, Бог ведает. А как нам спастись? Как Бог устрояет наше спасение? И никто это не мог открыть. То есть вот в этих судьбах Божьих для нас самое главное – это как моей душе жить, как ей предстать пред Богом и не быть осужденной. И вот, то есть домостроительство нашего спасения никто не мог раскрыть. Это значит, что ни ангел, ни человек, никто либо иной не мог совершить наше спасение. Как в одной церковной молитве говорится, что ни ангел, ни человек, но сам Господи спас Лесины. Никто не мог раскрыть наше спасение. Книга запечатана – это означает спасение нам не видать. А вот это уже точный источник наших слез. Если это домостроительство нашего спасения, и оно запечатано, тогда страшно. И плачет Иоанн. И один из старцев говорит ему – не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять всем печать ее. Давид – царь, грядущий мессия – сын Давида. Мы уже понимаем, что речь идет об Иисусе Христе. Он – лев. Лев – это царь животных, это царственное достоинство, царственное величие, царственная мощь. Лев от колена Иудина, еще правоотец Иаков, благословляя своих двенадцать сыновей, когда благословлял Иуду, от которого Давида, а от Давида грядущий Машех, Христос, Мессия, он сравнивает его со львом. Уже оттуда идет этот образ льва от колена Иудина. Вот он победил, потому что спасти может только победивший зло. Почему никто не мог раскрыть тайну промысла Божия и именно промысла Божия о нашем спасении? А потому что никто не победил зло. Никакой Заратустра, никакой Будда, Конфуций и никакой из великих пророков Израиля, Ветхого Завета, ни Авраам, ни Моисей, никто не мог. Потому что никто из них не победил. Все были сами побеждены грехом. И вот лев от колена Иудины, вот он может. Он может снять семь печатей, то есть раскрыть наше спасение и даровать его нам. Кажется, Иоанн должен теперь смотреть по сторонам. Общую картину мы уже нарисовали и посмотреть, где же лев. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных вот этих, и посреди старцев двадцати четырех стоял Агнец, как бы заклонный, имеющий семь рогов и семь очей, которые, суть, семь духов Божиих, посланных во всю землю. Тут могут руки опуститься. Так кто? Он ищет взглядом льва, а видит ягненка. Вот Агнец, то есть ягненок, жертвенное животное. Это потрясающе. Лев — это был символ и в Вавилоне, и символ ассирийских владык. У нас в Сибири лев изображен, уж не знаю, кем образом он туда попал, в гербе города Красноярска, одного из мегаполисов Сибири. То есть лев — это всегда величие, это мощь, это царственное достоинство, а ягненок — это всегда немощь. Ягненок приносится в жертву. Ягненок ничего не может. И он видит Агнца. И здесь тайна, которую созерцает Иоанн, что ожидавшийся всеми лев будет ягненком. Потому и не узнали его фарисеи, саддукеи, члены Синедриона, первосвященника Иафа. Мы часто говорим про нехудые слова, и в Евангелии даже они есть, что по зависти они это сделали. Все, конечно, так. Но здесь не только потому, что они были вот такие нехорошие. Да льва они ждали. А увидели ягненка. И в ягненке лев не узнается, не распознается. Ягненок — это точно не лев. Тут уж или-или. А пришел ягненок, пришел Агнец, галилеянин, Ишуа Ханноцри, Иисус из Назарета. И он пришел как Агнец. Когда он принимает крещение, Иоанн, креститель, простирает руку и говорит, вот, смотрите, вот он, вот. Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ягненок, который будет принесен в жертву. Так, Иоанн, ты разве не проповедовал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие? В Царстве царствует лев, а ты нам показываешь на ягненка. Это тайна апокалипсиса. Это основная его тайна. С 4 по 19 главу нигде иначе Господь не является. Это сидящий на престоле Отец, Дух Святый в виде семисвечника, светильника, миноры иудейской, и Сын Божий, Христос, лев, царь, царствующих, Господь господствующих, не в ином виде, как в виде ягненочка. И дальше он в таком виде. И что? Да мало того, что он ягненочек, стоял агнец, как бы заклонный, ну ладно бы хоть какой-нибудь, ну откормленный там, пасущийся на альпийских полях или еще. Нет. Никаких альпийских полей. Заклонный. Стоял агнец, как бы заклонный. Христос, он агнец, он ягненок, распятый. Ведь не случайно мы, христиане, от дня святого крещения все носим крест. Иереи носят крест больше. В любом случае, это агнец распятый. Это не талисман. Это не предмет святой, который может нас сохранить при опасных ситуациях. Это агнец, как бы заклонный. Вот. И вот в таком виде и является, это второй образ, таинственный образ откровения Иисуса Христа, апокалипсис. Вот так он открывается. И дальше опять. Этот агнец, как бы заклонный, имеет семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Как семь рогов. Рог — это библейская, пророческая символика, мощь, сила, причем мощь, сила не оборонительная, а именно уязвляющая, бьющая, рогами бодают. И вот этот, с одной стороны, агнец, ягненочек, да еще и заклонный, и вдруг семь рогов. Христос имеет силу. Мы слышим на каждом всеночном день, как протодиакон возглашает возвысить рог христиан православных. Можно сказать, мощь, боевая сила. А если в таинственном толковании, то рук христиан православных это и есть Христос. Агнец, как бы, заклонный с семью рогами. Вот что такое рук христиан православных. Это не наша мощь, это не наша опора на земную власть, на государство, ну, может быть, не знаю, на умных, на святых и так далее. Только Христос. И это боевое орудие. Этим Агнец Божий пришел разрушить дела дьявола. Казалось бы, ягненок, что может разрушить ягненок? Он разрушил дела дьявола. Вот это и есть эти семь рогов, семь опять как число полноты, число полноты боевой мощи этого заклонного ягненочка, распятого Христа. Все даю вам власть наступать на змеи скорпионов. Именем моим будете изгонять бесов, говорит Иисус своим ученикам. То есть, теперь каждый христианин, он имеет в имени Христа и в кресте его этот рог, которым он может поражать всякую нечистую силу и всякий грех. То, что в принципе было невозможно, никто не мог распечатать эту книгу. И вот теперь эта сила дается. Семь рогов и, говорится, семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Давайте вспомним школьные уроки, а кого-то может быть университетские лекции, а что такое глаз? Это оптический прибор, в который попадает свет. Из глаза ничего не исходит. Туда входит. Глаз это приемник, это приемлющее устройство, не посылающее. А здесь что? Семь духов посланных, то есть исходят. Глаза этого Агнца, они не принимают свет. Это не приемник приемлющий, а это источник посылающий. Семь духов это полнота Святого Духа. О нем еще Иоанн Креститель скажет, я крещу вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым. Крестящих водой очень много, все священники, а крестящий Духом один, это вот этот Агнец. Он же и лев. То есть царство Христа приходит через заклонного Агнца. Вот наш лев, заклонный Агнец. Из очи его выходят эти семь духов. Мы собственно тоже говорим, он мечет взгляды, как можно их метать. взгляд это же он принимает свет, который несет информацию о том, что этот свет излучает или отражает. Но тем не менее, мы говорим, он мечет взгляды, мы хорошо все это знаем. И вот Христос тоже мечет их, а это Дух Святой. Это не его гнев, а это его Дух. Но Дух Святой, он утешитель, он обновитель, он животворящий, и он же, как и апостол Павел говорит, является запахом смертоносным для всего пагубного, тлетворного и ничтожного предбога. Вот он имеет эти семь очей, из которых исходят семь Духов Божиих, посланных во всю землю. И вот этот Агнец, как бы закланный, который есть лев, в терминологии вселенских соборов непогрешительно будет здесь сказать о двух природах во Христе, человеческой божественной Агнеца и Льва. И вот он пришел, взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, все сначала замерли. Ведь только что было провозглашено, никто не достоин взять эту книгу и распечатать ее, причем из десницы, сидящего на престоле, то есть Всевышнего Бога. И когда он взял книгу, тогда четыре животных, эти четыре херувима, олицетворяющие высшие божественные силы, и двадцать четыре старца, двенадцать патриархов Ветхого Завета, Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Исахар и так далее. И двенадцать апостолов, Петр, Андрей, Яков, Иоанн, Филипп, Варфоломей и так далее. Вот двенадцать патриархов, сыновей Якова и двенадцать апостолов, это и есть двадцать четыре старца, олицетворяющие всю Ветхую Новозаветную Церковь. И вот эти двадцать четыре царства пали пред Агнцем, потому что они потрясены. Ведь они этого и ждали, они этого и хотели, чтобы наконец эта книга была распечатана. А так все шли в шоу, все шли в ад, спасения не было. Все были поражены грехом, и безгрешных не было. И вот теперь они пали Ниц, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Ангелом, имея каждой гусли и золотые чаши, полные эфемиама, которые суть молитвы святых. Интересно, они совершают поклон, что мы видим в церкви и в нашей жизни христианской, мы кланяемся пред Богом. А вторых, не каждый имеет свои гусли. Зачем нужна музыка? У нас есть колос, мы можем петь. Но всякое дыхание дохвалит Господа, и все творение, и вода, и земля, и снег, и все восхваляет Господа. Это и есть гусли. То есть, гусли человек приобщает материальную природу, неодушевленную, чтобы усилить красоту и силу звука человеческого голоса, пения и музыка. Золотые чаши, полные эфемиама, которые присутствуют молитвы святых. Здесь святыми названы все христиане, все крещеные. Святые это как раз те, кто на земле. И вот эти молитвы святых на земле, то есть всех христиан, крещенных, они восходят туда, на небо, они наполняют собою эти чаши, они есть божественный эфемиам, и поют новую песнь. Что за новая песнь? Была старая песнь, это песнь исхода, як пасуху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона и так далее. Это песнь Моисея, это старая песнь, это песнь исхода, это песня освобождения народа Божия из египетского рабства и его вхождение на свободу и в обетованную землю. А новая песня, это песня Мессии, это песня Христа, это Евангелие. И они поют новую песню. Кстати, советую Евангелие петь. Прям вот прямые евангельские тексты их петь. Это здорово. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Наконец нашелся тот, кто может раскрыть судьбы Божьи. Это не то, чтобы нам все про все знать, это нам собственно говоря не нужно, но нам раскрывается смысл замысла Божия о человеке и о мироздании. И в первую очередь нашего спасения. Вот он может совершить наше спасение. Этот заклонный агнец достоин ты снять печати и только ты. Почему? Ибо ты был заклан и кровью своей скупил нас Богу из всякого колена языка и народа и племени. То есть право выразимся так на раскрытие этой книги домостроительства нашего спасения агнец получил по одной единственной причине что он не на альпийских полях наслаждался миром и тишиной а что он был распят на кресте только распятая любовь может спасти а любовь злачно пасущаяся на полях прекрасна но не может и вот он заклонный вот он искупил нас Богу из всякого колена народа языка и племени и он садил нас царями и священниками Богу нашими и мы будем царствовать на земле вот оно царство которое провозвестил Иоанн Креститель и которое принес Христос вот он царь вот он лев но этот лев это не тот могущественный в земных представлениях владыка а это распятый на кресте голговском Христос и мы будем царствовать а царство его это есть праведность и мир и радость Сухи Святой это не владычество над людьми а это владычество Божьей святости Божьей любви над нашими сердцами и четыре животных говорили аминь и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков и дальше в течение всех глав апокалипсиса до девятнадцатой главы Христос будет являться в виде агнца Божия там будет много различных действий которые он будет совершать это уже тема подробного прочтения и рассмотрения всей святой книги а мы сейчас с вами нарисовали этот второй потрясающий замечательный и столь близкий нашему сердцу и абсолютно нам необходимый образ Христа Христа Царя Царствующих Господа Господствующих Льва из колена Иуды Агнца Заклонного и Распятого 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 Распятого